Ребят, если вы хотите узнать статистику любого игрока, когда выпадет легендарный сундук, либо супермагический, вы можете воспользоваться этим ботом. То, что нужно, это всего лишь написать сообщение с тегом любого профиля, отправить сообщение боту и дождаться подробной статистики этого аккаунта. Немного подождав, вы получаете полную статистику аккаунта. Сколько кубков, на какой арене, какой следующий сундук выпадет, какой колода играет и прочее, прочее. Также этот бот выдает колоды для любой арены. Я вот написал колоду для седьмой арены и вот мне выдал вот такую вот колоду. Каждый раз выдает новую деку и деки все проверенные, все годные, поэтому обязательно пользуйтесь. Ссылку на этого бота я оставлю в описании, пишите ему и проверяйте, какой вам сундук следующий выпадет. Привет, дорогие друзья, у меня появился новый буст, мне нужно этот аккаунт забустить до 5200 до конца сезона. На данный момент 4700 кубков у меня, но я думаю, что сегодня, максимум завтра мы сделаем здесь 4900. Сейчас покатаем в глобале, покажу вам колоду, после чего я буду продолжать буст апать на стриме. Поэтому, подписываемся на канал, ставим лайки, ну и приходите на стрим, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мой стрим. Будем прокачивать этот аккаунт на стриме. До конца сезона еще 6 дней, я думаю, что мы успеем прокачать этот аккаунт, пропать кубки. Значит, колода, ребят, колода у меня с арбалетом. На самом деле у меня здесь два выбора, либо с арбалетом играть, либо с големом плюс 3 мушкетера. Но с големом плюс 3 мушкетером, я вам сейчас скажу, почему я не буду играть. Потому что, вот посмотрите, я не ожидал, что здесь будут играть с 11 фаерболами. Ну вот, к примеру. Сейчас я хочу вам колоду с лавой показать. Где-то здесь была с 11 фаером. А вот, лава плюс шахтер, 11 фаербол. И вот еще один, вот этот прям вообще меня убил, этот игрок. Смотрите. Вот у меня колода голем плюс 3 мушкетера и спеллбейт. У него колдун, ледяной колдун, принцесса. Это все контрит моих миньонов, моих мушкетеров. Фаербол плюс молния. Контрит, опять же, 3 мушкетеров плюс сборщик мой. Элитный варбер плюс пека, контрит големов. То есть, ну вы понимаете. Ну и вот последний игрок с 11 хогом, с 11 фаером, с 11, ой, даже 8 эпиками. На 4 700. Все, что я хочу сказать, ребят, мне вас жаль. Вот честно, мне жаль вас, искренне жалко вас, кто сидит на 4 700. Мне, я говорил, что мне жалко игроков, которые на 10 арене. Нет, это тоже, как бы, отдельная тема. Но на 4 700, это полный хаос творится. Ребят, конец сезона, 11 хог, вы серьезно? Я понимаю, в начале сезона, ну, за 6 дней до конца сезона на 4 700 с 11 хогом сидеть. Да вы что, долбанутые, что ли? Я не понимаю, как можно сидеть с 11 рарками так низко. Поэтому, ребят, вот такая вот у меня колода. Ну, будем пытаться, арбалет у меня хорошо прокачан. Погнали в бой. Извините за долгое вступление, но я должен был объяснить, почему играю с арбалетом. Потому что у меня с ним не очень получается. Ну, а выбора у меня нет. С хогом я не пойду. Там можно было с гигантом колоду составить, но я с гигантом плохо играю. А хога я не возьму, потому что хог у меня на этом аккаунте, точнее не у меня, а у леви, всего лишь 9 уровня. Ну, а 9 хог, ребят, ну, кому? 9 хог, я думаю, это 4 300 максимум. Так, ставим арбалет. Задеф или хог. Кстати, моя колода неплохо контрит хога. Просто у меня вначале не было по циклу торнадо. Это такой маленький минус. Но, в целом, моя дека полностью дефает хога. Так, смотрите. Даже бревно не придется выбрасывать. Задеф или хога. Нанесли больше урона, чем он. И у него не будет сейчас контратаки, потому что он только что слил хога. И мега муха наносит еще одну тычку. Отлично. Так, хорошо. Значит, смотрите. Сейчас выбросим ледяного, наверное, колдуна. Давайте ледяного колдуна выбрасываем. Так, что сейчас будет? Если возле вышки рыцарь, можно будет ракету выбросить. О, палач. Значит, выбрасываем ракету. Благодарим. Благодарим. Обязательно благодарите соперника, потому что, ну, как за такое не поблагодарить? Вы нанесли урон и по вышке. Нанесли урон. Ой, я не могу. Нереально это веселит. Я понимаю, что у противника так жареным там пахнет. Но я причем, что у меня реально колода по большей части контрит его. Хотя я постоянно жалуюсь, что мне подбираются контр-колоды. В данный момент я контраю ему. Ну, реально, я очень контрю его деку. У меня прям все есть, чтобы его контрить. Так, ну что, давайте выбросим ледяного колдуна. Меня, конечно, немножко бесит то, что он постоянно злится. Но ничего страшного. Он злится, а меня веселит. И бесит, и веселит. Не знаю, какое-то такое чувство непонятное. Я вроде бы и доволен тем, что выигрываю. Но, с другой стороны, меня бесит то, что он вот бомбит, да? Ну, ничего. Пускай бомбит. Так, что мы делаем? Здесь выбрасываем рыцаря. Здесь выбрасываем ледяного духа. Ой, кривое торнадо. Кривое. Его можно было прям на середину Хога вытащить. Но, все равно Хог, а нет, тычку делает. Но это по моей вине. Он делает тычку. Так, давайте выбросим ракету. Я надеюсь, что попаду. Не попал. Не попал. Короче, сейчас будет беда. Сейчас будет такая беда, что я даже не знаю. Так, надо самое главное правильно торнадо использовать. Так, давайте здесь мега миньон. Здесь бревно. Так, отлично. В принципе, в принципе, я могу задефаться. Могу. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. По вышке урон прошел. Так, здесь ледяной колдун. Я, походу, да выделывался немного. Так, давайте правильно использовать самое главное торнадо. Самое главное использовать правильно торнадо. И я просто много ошибок допустил. У меня еще немного опыта играть с торнадо. Но торнадо вещь вообще крутая. Фух. Ну, вы видели, да, мои ошибки? Когда шла на меня атака с Хогом, я затупил. И когда выбросил ракету и не попал по палачу. Вот это были две ошибки. Ну, в целом, в целом, хорошо сыграл. Так, ну что. Поехали дальше. Пока мне повезло то, что подобрался Хог. Сейчас мне подберется Галем или Коргик. У меня просто полыхнет. Ну, на самом деле, можно выиграть и эти колоды. Если, конечно же, у тебя руки из нужного места растут. Но это не про меня. Так, вот печка напоминает мне то... Ну, точнее, не напоминает, а подсказывает мне то, что против меня Коргик. Потому что, ну, печку редко используют. Ну, а кто же еще? Да. Ребят, ну, это будет просто хард. Реально, уровень хард. Потому что, ну, вы представляете, как это стоит печка? И еще у него есть Коргик. Вы представляете, сколько моему арбалету бедному надо снести препятствий и юнитов, чтобы добраться к вышке? То есть сосредоточиться на вышке, сагриться на нее. Это реально контрит меня. То есть, ну, рассуждайте, логично. Коргик можно выбросить со стороны. Арбалет много ему урона не нанесет, а он спокойно его задефает. О, май гад. Тут еще не только Коргик. Ну, в принципе, элитки не так страшны. Сам факт то, что Коргик у него, вот это для меня опасно. Вот. Ладно, ставим арбалет. Я не знаю, что у него там по эликсиру. Так, он ставит печку. В принципе, мы сейчас печку сольем полностью. Да, надеюсь, у него не хватит эликсира на Коргига. Вбросаем бревно срочно, быстрее. Так, хорошо. И давай на вышку. Молодец, арбалет. Так, Коргик сейчас будет 100%. Ну, в принципе, мы уже урона достаточно нанесем. Достаточно. Нам еще один проход, в принципе, и там будем забрасывать ракетами. Видим, что у него элика вообще нету. Сейчас он, скорее всего, Коргига выбросит слева, потому что он понимает, что арбалет уже ему смысла дефать нет. О, ну, смотрите, ребят, нам даже там не ракету, а можно несколько бревен выбросить, и все. Я выбрасываю ледяного колдуна налево, потому что я предполагаю, что он будет отдачить именно слева. Ледяного духа не подкидываю. Так, давайте вот так. Я подтянул, потому что, опять же, торнадо кривое, но мне надо было как-то миньонов, орду миньонов, сагрить, точнее, стянуть всех в одну кучку, чтобы ледяной дух как можно больше миньонов задел. Ну, вы поняли, да? Так, ставим арбалет. Я не знаю, конечно, что у него там. Молния, фаер, ну, сейчас проверим заодно. Так, давайте бревно. Выбрасываем бревно, принцесса нам мешает очень сильно. Так, нам, в принципе, одну ракету выбросить надо. В принципе, да? А, у него Позан. Я ж помню, он этих элиток с Позаном использовал. Так, ледяной колдун. Теакс. Хорошо. Здесь у нас ледяной дух. О, господи, зачем ему печка? Я вот не понимаю. Так, ну, в принципе, у меня все шансы на победу. Здесь, я думаю, затащу. Опять же, меня не пугают элитки. Это бред вообще. Полный элитки плюс Кургик. Да, конечно, сильно. Сильная такая связка, но... Как видим, я дефаю на изи. Потому что, ну, камон, это говно собачье. Просто не используйте такую комбинацию. Элитки с големом сильные. Вот тут я соглашусь. А с Кургиком это понос вообще. Ну, это ни о чем. Кургига можно комбинировать куда с лучшими картами. Там, лучница, ледяный дух, огненные духи, три миньона. Три миньона вообще это отличная связка. Но не элитки. Нет, не берите элитных варваров. Так, ну что, давайте последнюю карточку. 4.800 на этом завершим. Продолжим на стриме. Надеюсь, 4.800, а то я уже такой уверенный, что я сейчас выиграю. Может и проиграю. Ой, меня еще немного подлагивает, ребят. Последнее время какие-то проблемы с интернетом. Но те, кто были у меня на стриме, да, они помнят, как я бомбил. Просто не понимаешь, что происходит. Нужно решать эту проблему. Так, ладно. Давайте сейчас сосредоточимся на... О, нет. Ой, я еще не туда ледяного колдуна выбросил. И арбалета у меня нету. Вот знаете, вот как назло. Нету арбалета. Вы понимаете, что я сейчас наделал много ошибок? Я не знаю, что я сделал. Я просто чушь сделал полную. Мне не было арбалета. Я думал сейчас прокрутить колоду. Вот, в итоге... Давайте попробуем перетянуть голема на главное... Попаду? Да, попаду. Так, здесь давайте... Теакс. Мне нужен срочно ледяной... Ледяной... Ну, короче, тут я проиграл. Я там натупил ужас как. Вначале, вначале я на бок опорил ужасно. То есть, все карты слил, которые нужно было выбросить на деф, слил на левую сторону. Надеюсь, не на то, что я сейчас успею поставить арбалет. Ну... Ладно. Перенервничал я. Знаете, вот как назло. Он выбросил голема, а у меня не было арбалета. Вот если бы у меня был арбалет, вот реально по циклу, если бы у меня был бы арбалет, то все, я бы снес ему одну вышку. А видите, все сложилось совсем по-другому. О май гад! Ну, это же вообще бред. Ну, как так? Я думал, он пойдет с левой стороны. Ну, все, это луз. Я не знаю, у вас есть варианты, как это задевать? Напишите в комментах. Ну, блин, я знаю свои ошибки. Я знаю то, что я слил ледяного колдуна. Но я случайно его туда поставил. Потом рыцаря налево я уже поставил осознанно, потому что я хотел уже сделать атаку... Атаку слева. Так, мне самое главное, чтобы он взорвался не возле вышки, а все остальное хрень. Так, он еще яд использовал. Это, конечно, больно. Так, зачем принцесса справа? Ну, ладно, давайте ставим арбалет. Ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мини Пека хотя... Угу. Ну, все. Тут без шансов. Тут без шансов. Ладно, еще одну каточку, значит, сыграем. Потому что... Я не люблю завершать, когда проигрыш. Да и... Ну, вообще, так-то, если рассуждать, то голем, контрит, арбалет. Контрит, да. Так, давайте бревно. Ну, трешку я ему 100% не отдам. Вот, это 100% просто. Так, давайте всех вот так вот стянем в одну кучку. Пускай там ледяной колдун всех сплэшом понемногу наносит урон. Я не знаю, зачем я дефаюсь. Оттягиваю время. Мог бы просто слить, да. Ну... Такая тема. Ладно, все. Теперь уж точно не буду сопротивляться. Осталось 5 секунд. Не, ну трешку я ему не дам. Это 100%. Не заслужил он трешки. Вот просто не повезло мне. Минус 31. Ладно, едем в следующий бой. Едем в следующий бой. Хотя я хочу посмотреть на рекорд. Ну, ладно, после этого поединка, если не забуду, посмотрю на рекорд. Так, 12 уровень. А я, кстати, 13. Я не замечал, что я 13. Прикольно. Так, давайте рыцаря куда? Вот, ладно, подожду первый ход от противника. У меня опять нету арбалета в цикле. Поэтому сейчас самое главное не наступить. Такс. Ой-ёй-ёй-ёй. Ух, аж эти кривые руки. Да, блин, ну что такое со мной? Ну, реально, ну, посмотрите, какие арбалет поставил. Ну, он тоже тупанул. Он тоже затупил. Помните, да, мы эту колоду вообще на изи выиграли? Ну, вот стоит сделать несколько ошибок, и всё. Просто. И всё. И ты начинаешь просто сливать просто нереально. Ну, давайте попробуем как-то, как-то, как-то попробуем. Давайте торнадо, что ли, стянем сейчас. Конечно, не так нужно торнадо использовать. Но в моём случае хоть как-то, блин, хоть меньше урона пропустить. Ну, смотрите. 1100 кп ему оставил на вышке. Блин. Что-то я под конец, ребята, не то что разнервничался, но как-то я, как-то я много тупить начал. Так. Хоган потратил. Значит, у него пока в цикле нету его. Желательно подождать, что он выбросит, так, кинуть ракету. Он слил бревно, поэтому мы давайте ледяного колдуна. А, у него же есть ракета, лол. Так, ну я ракету не буду на рыцаря, это тупо. Это тупо, так. Давайте рыцаря. Да, бревно. Бревно. Нам постоянно нужно наносить урон какой-то. Теакс. Я думаю, что поставить нужно арбалет. Я думаю, что нужно поставить арбалет на деф. Так, хорошо. Дефаем сейчас его палача. Ну и, в принципе, нам не страшен хок. Так, я думаю, сейчас выбросить ракету на вышку. Или что делать? Ну, в принципе, ракету желательно выбросить... Нет, пока ракету рано еще. Рано, потому что сейчас будет атака на меня. Теакс. Здесь ледяной еду. Ух ты, какой, какой... Ну, я еще главное здание не активировал. Это тоже, как бы, дает о себе знать. Но все равно, видим, дефать у меня получается. У него молния, да? У него, значит, молния. Так. О, отлично, что сагривался арбалет на палача. У нас... Блин, у него молния. Это, конечно, немного меня напрягает. Так. Здесь... Вот так. Здесь вот так. Торнадо, надеюсь, не понадобится. Нет. И забрасываем. Давайте попробуем убить палача. Ой, получилось вообще отлично. И мы рыцаря уничтожили заодно. Просто прекрасно. Да не, братан. Ну ты че, ну серьезно. Дефаешь 13 хитпоинтов. Отличная игра. Не расстраивайся. Просто я ему контр. Серьезно. Ну, на самом деле, можно и меня обыграть с его колодой. Но... По большей части, если играть грамотно, то Хока вообще на изи можно дефать. В общем, ладно. На этом будем завершать выпуск. Ребят, колода с арбалетом, она хорошая колода. На основе, конечно, у меня не получается с ним играть. Ну, а вот кто не может дойти до 4900, вполне эта дека подойдет вам. Конечно, прокачка у вас должна соответствовать. Ребят, ну вот от прокачки, конечно, я уж тут не виноват, если у вас прокачка там 6-е, 5-е эпики. В этом я не виноват. Не я баланс игры контролирую. Да, это от разработчиков зависит. И то, что игроки прокачали себя так низко, блин, опять же, не знаю. Ну, давайте посмотрим рекорд. 5-100. Блин, ну седьмой голем. Ну, ладно. В общем, прокачки это такое тело. Тело. Это такая тема скользкая. На этом буду завершать. Подписывайтесь на канал, приходите на стримы, будем продолжать этот буст. Если вам интересна еще какая-то колода, пишите в комментах. Возможно, сниму про нее обзор. На этом буду завершать. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам удачи. До новых встреч. Ну и всем, ребятки, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok